Каждому четвертому жителю Земли знакомы расстройства психики. Их нельзя диагностировать даже с помощью современной аппаратуры. Но они способны разрушить жизнь и в этом сезоне мы говорим о них. У четвертому сезону проект «Я соромлюся своего тела» борется с проблемами, которые живут в голове. Пятеро людей. Один диагноз. Обсесивно-компульсивный развод. Если я не сделаю это, то я не успокоюсь. Постоянный страх. У меня часто нет настроения. Часто я тревожная. Абсурд, я понимаю. У нас есть лишь 21 день, чтобы помочь им. Постоянный внутренний диалог. Что я действительно сделал что-то плохое. Это не уютная работа. Им придется испытать тревогу более сильную, чем они испытывали. Но иначе они не избавятся от своей проблемы. Терапия дается непросто. Вот он лежит. Его нужно потрогать. Я, наверное, не хочу выполнять. Мы будем смотреть это видео долго. Не закрывай глаза. Но приносит свои результаты. Вы супер молодец. Это была возможность перебороть себя. Проте последнее задание похит показало, что до перемоги над обсесивно-компульсивным разводом еще довгий шлях. У меня начались обратно все мои страхи. Я еду домой. Рано кудови начинается с снеданки. Їсти хотят не все. Анжеліка отказывается полишать лежко. Очень плохо ей было вчера. Обострение, да. Она начала там рассматривать свои вещи. Раз проверила, потом закрыла, потом второй раз проверила. До этого я сколько с ней жила, такого не было. Еще одна участница похода, с которой вчера сталася истерика Настя, сьогодні спокойна. Я воду выпила, я воду эту боюсь. И оно все внутри жет теперь. Настя, а у тебя такого никогда не было, да? Нет. Та девчина впевнена, такого загострения, как в Анжелике, у неи не произошло. У меня появился один страх, которого у меня не было раньше. Я считаю, что я могу с ней справиться точно так же, как справилась с другими страхами. И справедливо, новых ритуалов у Настя немае. А руки вона мие не частейше и не довше психично здоровых людей. Это, кстати, подтверждает впечатление психолога про то, что сталося в походе. Когда Анжелика дала развернутою картину эмоциональной реакции, Анастасия подключилась к ней буквально то, что называется психическое заражение. Наразі зрозуміло одне – Настя и Анжеліка не впоралися з завданням. Але чим це обернеться для них – дізнаємося пізніше. Насправді дівчата даремно здалися. За планом, другий день походу набагато коротший – лише два кілометри. Але на цьому маршруті є кілька випробувань. І першо чекає на Дениса просто зараз. Тебе не смущає, що впереди река? Немного. Можемо пытаться ее обойти. Серйозно? Абсолютно серйозно. Тебе пугает это? Да. Ай, как плечи болят. Дениса охопив найбільший страх ОКР-ника – невизначеність. Паніка, не знала, що робити. Страх постійно. Я ні на минуту не мог успокоїться. Чуваєш, мабуть, всім телом дискомфортно, дуже сильно. Я не знаю, откуда ці мої страхи вилізають. Затим треба ще розбиратися. У стані невизначеності здається, що перешкоду не подолати. Хоча насправді вона лише по коліну. Але як вийти сухим з води, треба ще придумати. Река не виглядє глибоко, але хто його знає, що буде на наступному шагі. Попри тривогу хлопець заходить у річку. Нагадаємо, Денис в поході за головного. Він має навчитися не лише долати труднощі, а й брати відповідальність за себе та інших. В даному випадку – за психолога. Я буду йти следом за тобою. Діяти під натиском нав'язливих думок непросто. У прохолодній воді не до роздумів, треба швидко приймати рішення, до чого психолог і підштовхує Дениса. Денис, який у тебе план действий? Смотри, тут високий берег, це значить, що ріка тут поворачує і підмиває цей берег. Тут однозначно доволі глибоко. І що ми робимо? Думаємо. Причем я скажу більше, думаєш ти. Окрім того, посеред холодної річки виникають нові проблеми, які відволікають від нав'язливих думок про власну нікчемність. Я сомневаюсь, що там возле дерева мельче. Як ти преодолеєш це сомнення? Ідти проверять? Не, ну я не хочу мокнути выше, чем вот я уже намок. Чтоб хоть *** сухі були. А що тебе дають сухі ***? Комфорт і не заболею. В холодну погоду речку я не переходил, моча *** еще. Давай пробовать. Задача для Дениса была в какой-то мере ну начать проявлять активность. Я его к ней время от времени призывал. Типа ты главный веди нас. І він кое-что делал. І делал довольно неплохо. Вот там видно. Так, я тебе намочил. Ну ты знаешь, лето. Высохнем. Ну что, это было сложно? Нет. Тревога Дениса трохи вщухла. По-перше, вона не може тривати вечно. По-друге, реальна стресова ситуація запускає психологічний механізм бийся або біжи. Зазвичай Денис чекає від проблем. Та наша терапія покликана навчити його боротися. Ты сейчас перейшел реку, которую ты не хотел переходить, которая тебя могла намочить ***. Да. Денис подолав річку. Проте на цьому випробування для нього не закінчується. А навпаки, тільки розпочинаються. Тебе сейчас нужно будет спасти человека. Ты должен будешь помочь мальчику спуститься оттуда. У меня уже поплохило. Сомнения и раздумья – это твоя слабая сторона. И вот когда нужно что-то сделать решительное, они могут отступать. Такое випробування випало на долю Дениса не дарма. Терапія хлопця починалася с простых завдань. Ты позвонишь совершенно незнакомому человеку. Добрый вечер. У меня дрожали ноги, руки. Но вы сделали это. Я очень доволен. Только не доволен вашей реакцией на свой успех. Далее випробування ставали складнішими. Так у мультимедийной галереи хлопец зіткнулся зі своими страхами вечно вечно вечно. Мысли эти начинают грызть еще. Та попри сильную тревогу Денис вборався. Вспомни себя, когда ты звонил по телефону незнакомому человеку. Ну меня трусило. А сейчас тебя не трусят. Угу. Здавалося, у терапії хлопця певні успехи. Но сам Денис – противолежной думки. Никакого лечения я не увидел. Ни для себя, ни для других участников. Я не вижу, чтобы кому-то стало лучше. Его ошибка, его недоработка лишь в том, что он обесценивает и недооценивает те моменты, в которых он действительно был успешен и был действительно молодец. Наверное, начинать надо лезть. Порятунок дитини – це героїчний вчинок, який за задумом психолога має допомогти Денису нарешті визнати власні успіхи. Та чи впорається хлопець? Ты, кроме того, спасал человека? Нет, не спасал вроде. Сегодня спасешь. Денис поки що не знает, але дитина на дереве – це актор-каскадер. И насправді йому нічого не загрожує. А если я с этого дерева сам ***, я еще и вместе с ним. Сумніви присутні, але хлопец потроху звикає до того, що попри тревогу не просто можна, а й потрібно діяти, що він власне і починає робити. Я буду пробувати туди лезть. Возможно, вот, долезу я к нему, пока что не знаю, как. А? Потом він пускай спускається. Ну і так далі, потихоньку-потихоньку. Там буде видно. Я ж не представляю, якщо це було залежати. Тогда начинай. Так вот, кручусь, кручусь, я пока не можу придумати. А если я вам на плечі залезу? Давай. Можно? Конечно. Денис большой молодець, ведь не каждый человек рискнет лезть на дерево, где сидит высоко какой-то ребенок просто вот с лету и пытаться его как-то снять. Сенс завдання для Дениса не піддати його життя ризику, а пробудити в ньому рішучість у стресовій ситуації. І це вже вдалося зробити. Ты не полезешь сейчас дальше. З нами есть человек, и он поможет тебе правильно организовать ситуацию. За для безпеки до завдання долучается инструктор з туризму. Добрый день. Сначала, когда я думал, что я должен буду лезть без страховки, то тогда я переживал. Потому что я еще слабо себе представлял, как же я буду помогать ему спускаться. Так, ну для начала нужно страховать тебя. Это страховочная система. Вижу. Заручившись з допомогою спеціаліста, Денис починає знімати хлопчика з дерева. Денис готов спускати, да? Да. Все, Даня висит. По чуть-чуть. Эта штуковина, к которой я его спускал, если ее сжать сильнее, чем нужно, то получится просто свободное падение. В какой-то момент я немного сильнее держал эту штуку, чем мне хотелось. Хотелось, чтобы он немного быстрее начал спускаться, а он начал слишком быстро спускаться. Опс, не так быстро. В этот момент я испугался, резко остановил веревку. Испугался за мальчика. Через ОКР и социофобию у Дениса чимало проблем. Нерисучесть, пасивность, песимизм. Но сегодняшнее задание помогло ему на какую-то мить поверить в себя. Первый раз так тебя с дерева спускали. Да. У тебя были подстраховки, но я волновался. Можно тебя обнять? Давай. Спасибо тебе большое. Береги себя. Для Дениса это было остальное пробование на сегодня. Виснаженный, но с удовольствием он возвращается домой. Я очень доволен результатами похода. Потому что те задачи, которые я оставил, практически все решены. Денис просто большой молодец. И он получил новый опыт. Новый опыт успешного решения вызовов, которые перед ним возникают. Считаю, что в походе я действительно преодолел некоторые сложности. Денис. Здравствуйте. Я живой. Ну что, понравилось, Денис? Да. А? Неплохо было. Ну, донес рюкзак, видишь? Значит, мужик. Есть силы воли. Все хорошо, что хорошо окончается. Ну да. Ранок наступного дня распространяется с групповой терапии. Тих, кто не был у похода, разгублены и стревожены. Адже випробование, начебто, не всем пошло на пользу. Очень плохо ей было вчера обострение. До этого я сколько с ней жила, такого не было. У свою чергу Настя и Анжеліка сьогодні у гарном гуморі. Не схоже, что девчата перебывают у стресса. Честно могу отметить, что после похода мое состояние ухудшилось. Просто для меня поход был сильный стресс. Аби расставить все крапки над «и», психолог подготував фрагменти відео з походу. А теперь посмотрим, как это было на самом деле. Это поможет остаточно разобраться у дому, что сталося, и снизить градус загальної напруги. Люди обычно в поход идут по своему собственному желанию, а не хотят. А это принудительный поход. Они смеялись, ну, значит, все было не так уже и плохо. Значит, все, я сажусь, я больше никуда идти не буду. Выдвигаемся, Анжелика? Ты уже ожила, я вижу. У меня там адская боль. Идет сейчас отторжение эндометрия. Ты это понимаешь? Мне снять трусы тебе показать? Я не пойду, мне надо перележать в этот момент. Мы дали вам возможность полежать. Вы лежите, мы пошли. Как-то я не вижу здесь страданий. А как я должна была кричать? Есть такие ситуации, что нужно перетерпеть. Анжелика к этому не готова. Давайте посмотрим дальше, что здесь есть. Пойдемте. У меня начался приступ ОКР. Я еду домой. Сегодня было сделано все так, чтобы у меня начались обратно все мои страхи. Мне сегодня реально стало хуже. Не отпустит до утра. Не отпустит. Я теперь вообще боюсь прикасаться к своим вещам дома. Как меня может отпустить? Настя, когда эмоции раскручивались и усиливались, вы подключились, я так полагаю, к эмоциям Анжелики. Вы заявили о новых страхах, которые у вас возникли. Вы стали рыдать. Рыдать я начала не из-за страхов. У меня было просто состояние истерики эмоциональной, потому что я не привыкла. Страхи сейчас и продолжаются или они угасли? Они были только в тот момент? В тот момент, на следующее утро. Потом я их выговорила, проговорила и все. Я очень справедливый человек, честный, сочувственный. Но вот это бардак, честно. Показали, естественно, как избалованную, капризную бабу, которой я только лежать хочу. А я напуганный ребенок. А Настя напуганный ребенок. Ну что ж так? Вы всегда ведете себя корректно, достойно, правильно. А вас люди бесят, унижают, оскорбляют и смеются над вами. Нет, я первая, я первая, Александр, никогда не начну цепляться. Александр со своим видео похода меня, так сказать, морально облив. Для меня это личное оскорбление. Анжелика и ее внутренний мир – это какое-то целокупное безумие, которое она не дифференцирует. Вообще навыки рефлексии у Анжелики не сильны. Рефлексия – здатность людини до самопознания, умение анализовать свои действия. В общем, я думаю, что ничего там такого в походе не было, чтобы могло Анжелику что-то уже так задеть, обидеться. Я думаю, еще чуть-чуть было, ну, раздуто это. Настя, не знаю, что у нее там случилось, свои там. Анжелика привыкла, что она цветок, вокруг нее все крутится и надо всех. А тут не получилось. Вас, Александр, не волнует, что у меня психологическая травма осталась после похода? Вас, как профессионала вашего дела, как специалиста психологии, вас не волнует? Пока мы с Денисом ходили до финальной точки, вы спали. Потом я вернулся, застал вас в разобранном состоянии. Вы устраивали сцены, спорили со мной, с трудом согласились идти. И когда мы дошли до лагеря, вы были в абсолютно разобранном состоянии, вас уже ничто не добавляло, вы сами себя заводили. Пусть будет, по-вашему, Александр. Вас драконят, троллят, унижают, презирают, хотят вам принести вред. Вам будет приятно, если я сейчас вас буду троллять? Попробуйте. Розмова видалася занадто емоційною. И, аби перевести группову терапию до более продуктивного русла, психолог проводит з усіма учасниками уже знайоме тестування. Я хочу, чтобы вы сегодня повторно заполнили тесты на тревожность и уровень депрессии. Мы этот тест будем делать в течение времени еще раз. Мы можем оценивать динамику, увеличились показатели или уменьшились. Результати були наступными. У Дениса та Наташи був найвищий рівень тревоги, трохи нижчий – в Анжеліки, и середний – у Насті. Вікторія Кіндра, яка приїхала пізніше, набрала 8 балів, що також свідчить про середній рівень тревожності. Новий тест показав, що тревога у Наташі – 9, Дениса – 12, знизилася. У Вікторії 8 залишилася без змін, а от у Анжеліки і Насті по 6 балів. Взагалі варіант – норми. Тест без зайвих емоцій показав. І у Насті і в Анжеліки є певний прогрес. Це означає, що терапію можна продовжувати. І більше того – ускладнювати випробування для цих учасниць. Першою завдання отримує Настя. Дівчина прямує до місця, де всі її страхи, зараження і невеліковані хвороби – щоденна реальність. Настя, а як ти думаєш, чому ти тут сьогодні? Не знаю. Мені дуже увагнительно. Я не буду тебе сьогодні лічити. Ти будеш асистувати мені на прийомі. Ми з тобою будемо разом консультирувати дерматологічних лікарів. Классно. Ти готова? Так. Асистування нашому лікареві Каті – це експозиція для Насті. Експозиція з попередженням реакції – техніка, що використовується у когнітивно-поведінковій терапії. І вважається однією з найефективніших для лікування обсесивно-компульсивного розладу. Вона передбачає, що пацієнт стикається з предметами чи ситуаціями, які його лякають. При цьому він має отримуватися від ритуалів і переживати тривогу, аж поки вона не вщухне. Нагадаємо, що численні нав'язливі страхи дівчини пов'язані з зараженням. Чи прокинуться вони під час випробування? Прийом розпочинається з важкого пацієнта, в якого майже все тіло вразила невилікована хвороба, що може призвести до інвалідності – псоріаз. Перчатки? Или не надо? Не надо. Хорошо. Ну вот смотри, Настя, це псоріаз – псоріатическая еритродермия. То есть это очень тяжелая форма, распространенная. То есть вот пляшки псоріатические, которые, в общем-то, небольшого диаметра, они все сливаются в одну сплошную кору. Видишь, тут даже практически нету здоровых участков. Да. Вот это псоріатическая ониходистрофія. Смотри, это ногти, пораженные псоріазом, да? Хотя кажется, что вроде бы это грибок. Угу. Но это не грибок. Эти высыпания покрыты чешуйками – это характерная для псоріаза. Клиника. Не боишься? А вдруг заразишься? Я псоріазом не заражусь. Точно, уверена? Точно. Ну, какую-нибудь бери мне чешуйку и скобли так, чтобы… То есть стекло. Да, давай-давай. Ему не можно. О! Не, надо еще постараться. Тебе страшно? Не, человеку сделать больно. Аааа. Ну что, давайте. Вот видишь, ты произвела манипуляцию диагностическую для того, чтобы проверить, псоріаз это или нет. Куда это? Платочек. Угу. Угу. Перший пацієнт не налякав дівчины. Настя усвідомлює, что заразиться псоріазом неможливо, тому поводиться спокийно. Руки мыть. Хочется? Нет. Перчатки можно снять и все. И все? Окей. Хорошо. Но я все-таки помою. Но попереду на дівчину чекают випробования более страшными, особисто для нее хворобами. Я несколько лет не могу побороть свое высотное лице. Ну, говорят, стафилококк. Що впорається вона? Давайте мы посмотрим, что у нас есть такого показательного. Откуда мы можем взять? Ну, пожалуй, вот отсюда. Вы уж меня простите, я вас немножко побеспокою. Угу. Вот у нас вышел гной. Открываем. Давай-давай. Ну, подушечку мне. Вот это. Все, вот мы взяли бак посев. Это был анализ отделяемого. Там вот гной в пробирке. Угу. Угу. Отлично, спасибо. Присаживайтесь. Руки мыть будем? Нет. Не будем? Настя напружена. Але свій ритуал відкладає свідомо. А мама, я мою руки чаще, чем ты. На черзі новий пацієнт. У цього чоловіка псоріаз. Але наш лікар помічає і іншу проблему. Я думаю, что все-таки имеет смысл взяти еще отсюда анализ на грибок. На проекті Настя говорила про різні страхи. Але на одному не акцентувала уваги. У меня началось осеннее шелушение. У меня было очень страшно, что это может быть грибок. Я очень сильно параноила на эту тему. Я боялась касаться кожи лица. Грибка я боюсь, потому что у меня там будет грибок на ногах. Я положу ноги на диван, потом там лягу головой случайно, и у меня будет грибок на руках. Через страх грибка до постійного миття рук додалося еще дещо. Это определенный ритуал собирания постели. Одеяло идет конвертом, чтобы часть, которая касается ног, она не должна касаться лица. И вот эта часть ногами вот так заворачивается внутрь. Я его всегда одинаково складываю. Подушка берется вот за эту часть, за которой я не лежу. И она тоже запоминается, как ложится. Теперь это можно переставить вот сюда. И это складывается. То есть опять же, тут лежат ноги. Если я сложу наоборот, то часть, где могут быть волосы лица, может соприкоснуться с частью ноги. А это быть не до лужного. Дошло до того, что Настя самостоятельно призначила соби лечение. Крем для рук антикрепковый для профилактики. У цьому, до речи, мало сенсу. Постойное использование снижает эффективность засобу. Окрім того, его необходимость, визначает лекар-дерматолог. Ты боишься трогать собаку, потому что собака ходит по полу, по которому ты ходишь. То, как я изучаю свои пятки, ни один нормальный человек так на ноги себе не смотрит. И это уже доходит до уровня паранойи. И просто безумный страх помыть свои же ноги своими же руками, потому что там грибок. Естественно, первично здесь псориатическая ониходистрофия, то есть положение ногтей псориазом. Но так быстро и до такого состояния меня это настораживает. То есть, может быть, присоединилась здесь все-таки еще грибковая инфекция на фоне этого. Берем два стекла, Настя. Вот мы берем анализ. И пока наш лекарь бере зишкреп с ногтев пацієнта, Настя борется с навязливыми думками. Хорошо, одевайтесь, спасибо. Уси сьогоднішні пацієнти Каті необходимую допомогу отримали. Настя. Та чи пішов на користь визит до кабинету нашего лекаря Настя? Ну, как тебе впечатление? Только один пацієнт у меня вызвал тревогу, потому что у него на ногтях явный признак грибка. Первая мысль, когда я его увидела, когда у меня началась тревога, что я приду и постираю кеды, я сниму джинсы, их тоже постираю. Но я мозгу понимаю, не хочу. Ну а вдруг эта чешуйка, которую мы брали с локтевой пластинки, попадет тебе на джинсы? Вот, вот, да, вот такая же была мысль. Тогда я еще и вдохнула, и на коже у меня и везена. В общем, такое что-то противоречивое. Мозг говорит «нет, не надо», а страх говорит «надо, а вдруг». Вот потому что вот это «а вдруг», которое очень часто бывает в голове. То есть я так понимаю, что наше испытание все-таки пошло тебе на пользу. Да, вот именно то, что вызвало тревогу, да. Спасибо за помощь. Да, спасибо. Это было легко. Спасибо. До речи, у перши дни перебивания в доме Настя уже стыкалась зі своими страхами грибка. Оно было красненько, я боюсь, чтобы люди не подумали, что это грибок. Но я не исключаю, что здесь может быть инфицирование грибками. Тоді вона влаштувала целую истерику. Тебе сложно руки помыть. Да руки я помыла. Ну как бы мы три человека тебя попросили. Ну я это сделала. Человек отказывается руки помыть после того, как трогала ногу. И того ж дня багато разов мила руки. Сегодня Настя спокойно помыть руки только после завершения тестирования. Это означает, что прогресс у терапии девушки и правда тревает. Больше того, она осуществляет, что для сгасания тревоги не нужен ритуал. Можно просто ждать. Это я. Это я. Как вы думаете, что вас здесь ждет? Я не знаю. Ну вы же знаете. Шприцы, да? Да. В постели, ***? Да. Их нужно оттуда собрать и выкинуть. Мне даже это слово страшно говорить. У нас в квартире иглка это только И, шприцы это только Ш. Анжеліка впевнена, усі шприцы небезпечні. И каждый из них зараженный неволикованным вирусом. Страх заражения, он возник, наверное, вот когда услышала об этом заболевании, что оно неизлечимо, что можно им заразиться. ВИЧ-спит как бы. Проблему может решить когнитивно-поведенковая терапия, а именно метод экспозиции с попереджением реакции. Аби освободиться от иррационального страха, Анжеліка должна поступать ему на встречу. Это непроста работа, но у девчини были определенные успехи. Держите, держите. Вы супер молодец. Вона стала меньше бояться шприців и даже позволила стоматологу сделать ей инъекцию с неполивального. Давайте мне максимум анестезии. Максимум. Максимум, значит, хорошо. Открывайте. Немножко. Здавалося, страх шприців в щух. Але потім був похід, який нібито погершив стан Анжеліки. Сегодня было сделано все так, чтобы у меня начались обратно все мои страхи. Просто для меня поход был сильный стресс. Щоправда, тестування на тревожность показало інше. Анжеліці краще. Тревога знизилася. Отже, терапія триває. И если Анжеліку снова лякают шприцы, тогда ей доведется натрапить на них. Знову. Ай, ***, неет. Зачем мы прям в подушку? Я не могу это смотреть. Давай начнем с каких-то шагов. Сколько ты видишь шприців? Два. Это все шприцы, которые есть в посліде? А, ***, не знаю. Давай смотреть. Давай снимем покрывало. Ой, под полотенцем. И что? Их там много, они везде там. Почему от каждого нового шприца новое рыдание? Я не буду на этой постели спать. А где вы будете спать? Стоя? Да, я не буду. Если честно, это ***. Ну, я просто реально боюсь, что там я могу заразиться в этой постели. Честно. Вот как тут спать? Они тут везде. Объясните мне, пожалуйста. Ну, когда они тут лежат, тут спать нельзя. Конечно. А если их убрать, то можно спать совершенно спокойно. Есть шприцы. Какие-то из них чистые, какие-то с чем-то. Страх что говорит? Кровь, зараженная спидом. Или что? Ну, да. Откуда она у меня? А что говорит здравый смысл? Здравый где-то подсказывает, что вы что-то туда черненькое набрали такое. И скорее всего, какую-то совершенно безвредную жидкость. Надо начинать их убирать. Сейчас. Мне надо убрать волосы, чтобы они не прицепились к моим волосам. Давайте. Снимаем покрывало. Анжелика, о чем вы сейчас думаете? Можно меня не отвлекать? Я вижу, что вы сейчас осматриваете покрывало. Ну, конечно. Внутреннюю часть и внешнюю часть. Вы мне дали задание найти вам все шприцы. Да. Я осматриваю очень внимательно, чтобы не пропустить ни одного. Хорошо. Хорошо. Насколько маленькими могут быть шприцы, чтобы их так тщательно искать на покрывале? Угу. Отлично. Угу. Ой, фу, как оно противно. Ну, как противно? Противно или страшно? Очень важно понимать, что чувствуешь. Что страшнее, ждать, что там шприцы, или их собирать? Анжелика, когда я задаю вопросы, мне важно, чтобы вы были в контакте со своими чувствами и переживаниями. Пока вы будете молча находить и выбратывать шприцы, это упражнение может повторяться бесконечно. Конечно. Что вы сейчас чувствуете? Мне плохо, мне жарко. Мне кажется, что это все проходит не со мной. Ощущение нереальности происходящего? Угу. У меня постоянно терзают сомнения, что там не все шприцы извлечены. Что мне еще надо сделать? Говорите. Выбросить их. Это все? Да, их было восемь. Нужен какой-то пакетик. Вот, Виктория предлагает в пустую бутылку. Можно сюда? Можно сюда, чтобы меня потом не заставили переделывать упражнение? Я не считаю, сколько я положила их. Ну, куда вы лезете? Ну, если честно, я уже сбилась со счета. Ну, и что? Мне надо еще раз. Подожди. Зачем? Смотри, у нас на полу лежали шприцы. По одному мы их бросаем в бутылку. Какая разница, считаем их или нет. Они либо на полу... Как это какая разница? Это ритуал. Куда они могли деться с наших глаз? Подождите. Не горите на меня. Потому что вы, ***, ***, я сбилась. Надо, чтобы там было восемь, и я считала. Не надо их считать. Надо просто выбросить, да и все. Все шприцы, которые были в кровати, мы положили на пол. Все шприцы, которые были на полу, мы положили в бутылку. И сейчас мы идем их выбрасывать в мусорный бак. Попри истерику, Анжеліка таки боролась с завданием. Если после выхода ее страхи и усилились, то силы бороться с ними у ней есть. Зависла? Анжеліка, закрывай крышку. Но на этом не закончилось. На вздохи страху заражения девчина охопила другая обсессия. Дело в том, что там мог остаться шприц. И я этим шприцом потеряю контроль, поколю всех и себя потом поколю. Ну да, я же могу потерять самоконтроль. Теряете прямо сейчас. Да, конечно. Вот как вы будете вести себя, когда вы потеряете самоконтроль? Ну как-то по-ненормальному. Я месяц тут с вами общаюсь, вы ни разу не теряли самоконтроль. Страх втратить контроль досить поширений серед людей, які страждают на ОКР. Новое завдание психолога має довести, что это только навязлива думка, не повязана с реальностью. Все вы будете колоть меня, будете делать мне укол. Вы вообще нормальный? Да. Я снял колпачок. Вот шприц с иглой. Просто уколите мне его голову, чтобы он торчал и телепался, как в подушке. Нет! Идите уколите меня. Я не буду этого делать, я не хочу этого делать, это не нужно делать. Потому что вы не теряете контроль. Постоянна мысль, что я потом могу потерять контроль. Когда потом? Как закон подлости. Вот сейчас предлагают, контроль есть. А потом, когда предлагать не будут, контроль, ну, тем более с просонни. Я вообще с просонни не иду сразу умываться. Мне надо прийти в себя. Мне надо похавать, и только где-то через полчасика я умываюсь, чтобы точно контролировать процесс умывания. Потому что я сонная и боюсь сделать что-то не так. Вы ходили в поход с топором и не потеряли контроль. Если я ударю вас топором, на топоре останется кровь, она при взаимодействии с кислородом, там даже ВИЧ и спит, быстро погибнет. А если я вас упалю этой иглой, то в полости иглы останется ваша кровь, которая может жить достаточно долго. Ни секунду и ни минуту. Да, это правда. Это больная фантазия. Конечно. Почитайте, пожалуйста, углубленную медицину. Вы меня обманываете. Вы всегда контролируете ситуацию. Вы не способны воткнуть в меня иголку после того, как я вас целый день допекаю? Нет. Я бы очень хотел, чтобы Анжелика продемонстрировала что-то похожее на то, что она называет потерять контроль. Тогда нам было бы что обсуждать. Эфекты от подобных пробований варто ждать не в момент, когда они происходят. А сгодом, чи вдастся це Анжеліці, дізнайтеся у наступных программах. Я хочу руки помить. Не надо их мить. Там ничего нет. Смотри, ты ко мне к лицу прикасаешься. Все, нормально.